Я хотел бы добавить мое свидетельство в этот особый день о том, что президент Томас Монсон – пророк Господа на земле. Я благодарен за участие в этой исторической конференции, так же, как и вы, на которой мы в должном и установленном порядке поддерживаем нашего пророка, Первое Президентство и других руководителей Церкви. Такие духовные события укрепляют наше свидетельство и нашу веру, расширяя наше познание того, что это действительно истинная и живая Церковь Господа. Наш жизненный путь насыщен множеством особых духовных впечатлений, которые становятся строительными блоками веры и свидетельства. Они приходят к нам в самых разных обстоятельствах и зачастую неожиданно. Это могут быть яркие духовные события или небольшие вдохновляющие эпизоды. Некоторые духовные опыты мы обретаем в связи с серьезными испытаниями и сложными проблемами, проверяющими нас на прочность. Но независимо от того, какой опыт мы получаем, каждое такое событие дает нам возможность личного роста, обретения большей мудрости и во многих случаях служения людям с большим сочувствием и любовью. Как заверил Господь пророка Джозефа Смита во время одного из самых сложных испытаний, пережитых им в тюрьме Либерти, «Все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе». Накапливаясь в ходе нашей жизни, этот духовный опыт закаляет нас и позволяет поддерживать друг друга. Точно так же, как на фундаменте наших домов держится вся остальная конструкция здания, на основе духовного опыта нашей жизни строится наше свидетельство и укрепляется вера в Господа Иисуса Христа. Эта конференция иллюстрирует ценность духовных событий, которыми наполнена наша жизнь. Следуя мудрым советам наших руководителей, восхищаясь их учениями и духом, мы не удивляемся тому, что Господь после многих лет подготовки призвал своего старшего апостола стать своим избранным пророком. «В моем патриархом благословении говорится о том, что в моей жизни будут особые духовные события, укрепляющие мое свидетельство». Братья и сестры, подумайте об особом духовном событии, о тех благословениях, которые Он принес в вашу жизнь, наполнив ваше сердце уверенностью и радостью. Помните ли вы, когда вы впервые узнали о том, что Джозеф Смит, Божий пророк, восстановленный? Помните ли вы, когда вы последовали призывы Морони и узнали, что книга Мормона действительно новое свидетельство об Иисусе Христе? А помните ли вы, когда вы получили ответ на пылкую молитву и поняли, что Небесный Отец знает и любит вас лично? Думая об этих особых духовных впечатлениях, разве не ощущаем мы благодарность и не наполняемся решимостью, целеустремленно двигаться вперед с обновленной верой? Недавно мы с сестрой Расбан получили незабываемый духовный опыт. Мне было поручено председательствовать на конференциях двух колев в Перу. Мы отправились в город Пуно, расположенный высоко в Андах, на озере Титикака. Поднявшись на 3,5 тысячи метров над уровнем моря, мы были поражены красотой этого небольшого городка у горного озера. Мы встретились с президентом Миколиев этой зоны и провели прекрасный вечер встречи с молодежью с участием сотен юношей и девушек из полной территории. Однажды утром нас пригласили посетить небольшую группу местных членов церкви, проживающих на плавающих тростниковых островах озера Титикака. Там живут племена индейцев Урус из Боливии и Перу. Нам сказали, что несколько семей святых последних дней совместными усилиями построили свой собственный маленький новый плавучий остров. С волнением мы сели в лодку и поплыли на тот остров, где нас тепло встретили эти замечательные члены церкви. Мы держали на руках их младенцев, завернутых в очень красивые яркие одеяла, изготовленные вручную. Мы ели рыбу, которую поймали в тот же день в озере, вкусно приготовили, и щедро угостили нас. Мы увидели их товары, их изделия ручной работы. Мы обменялись подарками. Во время визита мы узнали, что их дети каждый день плавают 45 минут на каное, в Пуно и обратно, чтобы посетить семинар и школу. Мы были рады, что эти члены церкви хорошо знают священные писания, понимают и любят их. Они охотно показали нам свои действующие рекомендации для посещения храма, поскольку эти семьи получили обличение и были запечатаны в храме в Кочебамбе, Боливия. Перед тем, как мы покинули их, одна из матерей попросила нас встать вместе с ними на колени и помолиться с их семьей. Я хорошо помню, как мы стояли на коленях на топком тростнике с этими верными святыми, и мы преклонили колено, и она попросила меня произнести молитву с помощью власти священства Моэкзетикова осветить их новый остров и дом. И я был глубоко тронут тем, как на этих плавучих островах острова Титикака эти верные семьи святых последние попросили меня помолиться о маленьком островке Апуинти и воззвать Господу о благословлении дома и семьи Лухана и Хальяуи. Вспоминая этот особый духовный опыт, которым благословил нас Господь, я понимаю, что в мой дом веры добавлен новый строительный блок. Я часто думаю о том духовном опыте, полученном в Пуно. Он стал еще одним напоминанием об исполнении моего патриархального благословения. Во введении к учению заветам, написанном в 1831 году, предсказывается расширение работы Господа в наши дни. Господь открыл нам, чтобы каждый человек говорил во имя Бога, Господа, то есть Спасителя мира, дабы вера тоже могла умножаться на земле, дабы вечный завет мой мог быть утвержден, дабы полнота Евангелия моего могла быть возвещена слабыми и простодушными во всех концах мира. Братья и сестры, слабые и простодушные члены церкви, такие, как мы с вами, несут Евангелие во все концы земли, в Пуно, в Перу и в другие отдаленные места. Среди заветного народа Бога возрастает вера. И по моему глубокому убеждению, именно благодаря личной сокровищнице такого ценного духовного опыта, укрепляется вера каждого из нас. Президент Монсон сказал, Господь повелевает, и тем, кто Ему повинуется, будь они простые люди или мудрецы, Он откроет себя во времена бедствия и проблемы испытаний, которые они преодолеют, следуя за Ним. И на своем опыте они познают, кто Он такой. В эти дни, когда мир вторгается в нашу жизнь, а трудности и испытания кажутся готовы поглотить нас, давайте вспомним свои личные духовные впечатления и особый духовный опыт. Эти строительные блоки веры и свидетельств принесут нам уверенность и подтверждение в существовании заботливого, любящего Небесного Отца нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа и их восстановленной истинной и живой Церкви. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok